Всем привет! Сегодня продолжим разговор про тему точилок марки Worksharp. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Сейчас же поговорим про точилку, про которую я уже делал обзор. Она уже переточила достаточно много ножей, заточила пару топоров. И давайте посмотрим на ее состояние. Мусат чистится достаточно легко. У нас, по-моему, сильно не использовалась, разве что для заточки топора, чтобы снять заводскую заточку, сделать ее более линзоподобной. Алмазная 600 грит использовалась гораздо больше. И больше всего использовалась у нас кожаная полоска с пастой ГОИ. Пасту ГОИ это я уже сам наносил, потому что стиралась та, которая заводская. И в целом точилка себя оправдала, я бы сказал, на 200%. Достаточно компактная, функциональная и справляется с основной массой работы. Может быть взята в поездки, путешествия. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. И захотелось познакомиться с чем-то более интересным и более продвинутым. Потому, теперь посмотрим на вот такую точилку. Это набор. Отличается тем, что здесь мы уже можем выбирать углы, с которыми мы будем затачивать наш нож. У нас здесь есть все те же самые заточные поверхности. Два алмаза и мусат. Кроме того, есть мусат для серейтера. Ну и, конечно же, это все в коробке транспортировочной. Давайте смотреть, как все устроено. Внутри у нас все расположено вот в таком вот черном кредле. Здесь, собственно, сама коробка основания. И съемная часть с мусатами. Кроме того, здесь у нас идет инструкция. Хотя производитель сам на упаковке говорит, что ознакомьтесь с онлайн инструкцией. Видео, как надо работать с данной точилкой на официальном сайте. Я вам покажу инструкцию перед экраном. Можете ставить на паузу и изучить ее внимательно. Вот себя же добавлю, что, в принципе, ничего сложного здесь нет. И говорят, что точилка у нас очень похожа на аналогичную от спайдерка. Ну и здесь чуть-чуть другой конструктив. Давайте смотреть, изучать и как это работает. Начнем, пожалуй, с основания. Вот такая пластиковая коробка для хранения транспортировки. Она же у нас основание, на которое ставятся все заточные приспособления. Представляет из себя пластиковую коробку. Резиновые наклеенные ножки, как я понимаю, на двухстороннем. скотчем. Местами наклеены немножко криво. И вот в этих отверстиях, с обратной стороны, у нас впаянный магнит. Из минуса сразу же петли торчат наружу. Насколько долговечно, не знаю. Но пластик такой достаточно твердый. Соответственно, риск облома, я думаю, достаточно высокий, если быть неаккуратным. Дизайнер точилки Ken Onion. Честно, я не грамотный. Не знаю, кто такой. Поэтому на ваше усмотрение. Известный дядька, неизвестный. Комментируйте, добавляйте. Сразу видно, что в открытом положении у нас будут мешаться створки. Поэтому производитель предусмотрел, что в положении 90 градусов мы их можем извлечь из своих положений и убрать в сторону. Это следует делать аккуратно, без лишней сины. И получаем вот такую основу. Основа точилки представляет из себя вот такое пластиковое крыльце, в котором мы видим магниты с обозначениями, на какой угол будут выставлены заточные приспособления. Итак, в данном случае у нас доступно целых 5 углов для заточки. 15, 20, 25 и 17 и 22,5. Как это все устроено? В основании заточного приспособления у нас есть нержавеющие штыри, которые магнитятся к неодимовым магнитам. И в зависимости от угла мы выставляем почем на нужный угол. В данном случае у нас стоит 15 градусов. Такое положение у нас отвечает за 20 градусов. Вот такое положение за 17,5. Вот эта вот всегда ножка у нас в этом месте. А вот эту ножку мы на 17,5, либо же на 22,5 ставим. И либо же самый большой угол 25 градусов. Вот он у нас здесь присутствует. Для сравнения, вот в этой точилке у нас был угол только 20 градусов на камнях. И, по-моему, на мусате там у нас был угол чуть-чуть меньше. Но я за это не ручаюсь, точно не помню. Посмотрите характеристики, чтобы я никого не обманул. Давайте поставим на угол 20 градусов. И посмотрим, как это работает. На примере ножа Firebird Gunza, который достаточно долго у меня в работе. Он, конечно же, заточенный. Но поскольку точилка новая, сразу же на ней запороть что-то более интересное, дорогое не хочется. Поэтому давайте смотреть, как это работает в таком виде. Итак, точилка достаточно устойчивая. Она стоит на резиновых ножках, но ее лучше придерживать. Где держать руку, конечно, вы будете смотреть сами. И начинаем вот с самой грубой. С самого грубого камня. Просто вертикальными движениями. Сверху вниз. Как вы привыкли резать. Отначали одну сторону. А потом вторую. Сразу же по минусам, которые, мне кажется, здесь есть. Это то, что при достижении нижней точки, во-первых, мы упираемся в пластик. Зарезаем его. И, соответственно, пластик самой коробки. То есть, если наловчиться, можно за одно движение проходить всю режущую кромку. Либо же вначале работать по какому-то одному региону. И потихонечку переходить на второй. При работе не стоит забывать, что алмазы достаточно сильно едят сталь. И поэтому следует контролировать работу. Ну и теперь проходим по второй половинке. Разверну ее так, чтобы вам было лучше видно. И начинаем проходить ее. Я специально начал с крупного камня. Чтобы снять всю старую заточку. И как бы полностью переточить ножик по новой. Может быть, надо было попробовать заточить его на другой угол. Но уже работаем как есть. Ножик, который повидал, кстати, очень много. И, я думаю, в работе себя покажет еще очень долго. Как для первого прохода алмаза неплохо. Теперь меняем сторону на следующую зернистость. Более мелкую. И повторяем все то же самое. Чувствуется, как металл съедается. Как он становится более гладким. И идет меньше сопротивления. При переходе от более крупного алмаза к более мелкому. Ну, в принципе, даже вот ощущая руками, когда проходишь по камням, ощущается, что идет заточка и уже снимается металл. Идет более плавное такое движение по камню. Соответственно, даже без визуального контроля, просто по количеству проходов, по ощущениям, можно понять, на каком этапе у нас сейчас заточка. Могу сказать сразу, что такая точилка значительно компактнее, проще и лично мне приятнее в работе, чем точилки те же а-ля станочные, где надо двигать камнем по неподвижно закрепленному ножу. конечно, кто нормально торчит ножи, тот может и рукой заточить нож и каких-то проблем при этом не будет. Могу сразу сказать, что работать такой точилкой надо привыкнуть, набить руку и не ожидайте, что вы с первого раза идеально сможете наточить ножик. и при этом не стоит сразу же как-то разочаровываться, надо взять какой-то нож, потренироваться на нем, чтобы не запороть что-то дорогое. Можно попытаться проходить камень за одно движение, можно пытаться по регионам. Ну, у каждого своя заточка, каждый по-своему медитирует на этом. Кто увлекается ножами и сам их точит, меня отлично поймут. В любом случае точилка интересная и заслуживает внимания. По цене она стоит дороже, чем китайские станочки для заточки, но она позволяет точить ножик именно на тот угол, на тот рез, к которому вы привыкли. Плюс здесь все-таки пять различных углов, что позволит сделать заточку более индивидуальной и более адаптировать ее под ваши потребности. а если будет навык, то можно адаптировать от углы заводской заточки, сохраняя их, если они вам подходят. Мне кажется, уже можно перейти на мусаты, хотя, возможно, я не прав и начинаю это слишком рано. с мусатами. Но не все так легко, как с алмазом. Здесь надо лучше соблюдать угол. и переходим ко второй стороне. Сразу по звуку слышим, как снимается заусинец, который у нас перекатился на эту сторону. Брать или не брать, каждый решит сам для себя. Есть варианты WorkSharp и электрические. Вроде типа маленького гриндера со сменными ленточными наждачками. Варианты, конечно, стоят дороже, но вполне соизмерима со стоимостью какого-то дорогого брендового ножа. Зато вы переточите гарантированно у себя все ножи дома на тот угол, который вам нравится, и будете точить друзьям ножи бесплатно или за какие-то презенты. Это уже ваше дело. Но зато это будет быстро и красиво. Потому что там буквально ножик вставил, провел одной стороной второй, и машинка вам заточила ножик до той остроты, на тот угол, который вы хотите. И не надо вот это сидеть и играть с камнями. Но как-таки здесь каждый сам решит что ему надо. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Постарался максимально сохранить весь процесс у вас перед глазами. В принципе такую бумагу от 4 обычную режет. Милированную больше рвет. Но это довести еще минут 5 неспешно посидеть поводить. И мы вернемся к тому, что было у нас, то, что у нас ножик изначально хорошо резал бумагу. Сразу же из минусов, которые мне здесь немножко не понравились, это то, что у нас здесь нету кожаной вставки, как есть на маленькой точилке work sharp именно про вот этот вот регион, потому что мне вот он очень понравился, но сделать себе что-то подобное и положить сюда в комплект и пользоваться как завершающий этап заточки никто вам не мешает. Тоже берем деревяшку, наклеиваем на нее кусок кожи паст огой, стоимость копеечная, а результат не хуже будет. Что еще здесь можно добавить отдельно? Это наличие вот такого оселка для заточки серрейтеров на одну сторону, когда заточили одну, переставляем на вторую и делаем то же самое. Итак, что у меня получилось по этому множечку? Я могу конечно приврать похвастаться, что все получилось идеально, но это будет неправда, ножик сейчас режет, но лишь вот так вот хорошо потому, что я довел его до того состояния, как мне нравится, при помощи вот этой точилки. Да, эта точилка меня немножко удивила, не знаю, получится показать на камеру или нет, фотографии в конце обзора я думаю точно покажут, у нее не совсем идеальный муссат, потому что он не плоский, он немножко вогнутый внутрь, основные у него грани идут по краю, а серединка чуть-чуть вогнута, в общем вот такой вот минус, чистится в принципе достаточно неплохо, со второй стороны дела обстоят чуть-чуть лучше, ну и опять-таки чистится неплохо, посмотрим как дальше себя будет вести, водичкой еще протереть и все будет отлично, к точилке надо, как я сказал, привыкнуть и сейчас будем привыкать при помощи вот такого простого кухонного ножичка, проверим, заточим, пока же по этому ножу могу сказать, что точилка его не испортила, это уже плюс, но когда я начинал точить за счет вот этих вот выступов грани мусата, у нас получился такой микросериэтор, который потом пришлось выводить повторно возвращаться на алмаз, ну и опять-таки до блеска зеркального режущей кромки я доводил при помощи кожи с пастой Гои, и теперь вот поточу кухонничек и покажу вам уже что из этого получилось и сделаем какие-то выводы по этой точилке если то в принципе все я уже сказал ранее но повторю итак прошел я все три ступени в принципе все заточилось конечно не до того идеального состояния как я люблю бумагу режет так немножко в натяг за счет микросеррейтера но мне не получается на этих мусатах вывести все идеально в такое положение состояние чтобы оно резало в лед угол я здесь ставил 17 с половиной градусов 17 градусов вру вру угол здесь ставил 15 градусов и сейчас сделаю пару проходов по пасте Гои и покажу что получится в общем после десятков двух проходов по пасте Гои получилось вот такие режущие свойства ножа даже край который у нас слегка так размочаленный мы режем спокойно в него заходим мои впечатления от данной точилки следующие весьма интересный инструмент хороший функциональный чтобы я ей еще добавил улучшил но наверное это все-таки больше жесткости основанию чтобы когда мы ее держим у нас меньше играли стенки это раз во-вторых держать когда мы точим можно вот так вот это конечно удобство дело каждого и конечно же добавил ей обязательно это кожаную полоску с пастой гоя но все-таки как по мне я лично привык больше отполировать от зеркального блеска доводить режущую кромку чем оставлять ее после мусата инструменту следует привыкать если к этому инструменту я привык и у меня получается достаточно быстро наточить ножик то здесь следует немножко поиграться и привык про сложенное состояние Worksharp можно сказать следующее это вот такая упаковка если мы правильно поставили крышки то она крышки у нас защелкиваются и проблем при транспортировке никакой нет усики попадают в пазы защелкиваются и ничего не открывается кроме того внутри сам триангл хранится следующим образом с одной стороны у нас есть выступ в который попадают вот эти вот ответники а с другой стороны просто магнитимся к нашим магнитам как следствие ничего не дребезжит не выпадает и в сложенном состоянии у нас все хорошо закрывается конечно крышки не имеют никакой маркировки где левая где правая это в какой-то мере осложняет складывание можем перепутать местами такой вот вид в сложенном виде у данной точилки что выбрать в себе для покупки для приобретения здесь выбор несколько сложный с одной стороны если вы не умеете точить проще научиться точить на вот таком большом триангле на такой точилке если вы умеете точить вам необходима компактная точилка для ношения с собой на природе в машине то вот такой вариант отлично подойдет и угол который вы зададите будет зависеть только от вас можно не ориентироваться на то что здесь мало углов выбор есть всегда можно взять механическую точилку от того же воркшар а можно остановиться на ручных каждый решит сам для себя отдельно можно сказать что у большого вот этого вот триангла при необходимом при небольшом навыке можно сделать такое подобие ручного но точного элемента вот так вот фиксируем и работаем камнем ножом по плоскости в таком положении неудобно потому что у нас будет проворачиваться но можно как-то придумать зафиксировать и будет удобнее на этом все спасибо всем за внимание точилки воркшарп ссылка на магазин промокод на скидку в описании к видео до новых встреч подписывайтесь на мой канал до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»